Я только что в центре Львова напал мужчина. Рассказываю вкратце, как это все происходило. В общем, я проходила мимо гранд-отеля. Я шла в наушниках, в телефоне, по навигатору. Я никого не трогала. Подходит ко мне мужик, начинает вот так вот перегоражать дорогу и говорит, сучка, ты куда идешь? Я говорю, мужчина, говорю. Вы, я говорю, как со мной говорите? Я сейчас вызову полицию. А он мне говорит, ах ты, я говорю, русскоязычная мразь, я говорю. И как взял меня с ноги, ударил, вот просто, чтобы вы понимали, ударил меня в имплант, в левую мою булку. Это вообще как? Среди белого дня, 12.30, я шла на обед в центр Львова. Ну как? Ну, куча камер. Ну, я, ну, я просто, ну, я растерялась, я испугалась. Я начала прикрывать лицо, я уже думала, что меня будет, ну, дальше бить. Ну, это так, Львов встречает людей из Киева, с Харькова. Ну, это вообще, это нормально? Ну, я не понимаю. Меня просто ударил незнакомый мужик за то, что я ему ответила на русском. Понимаете? Но... Здесь надо пояснить за счет импланта. Это профессиональный инструмент фактически, потому что это непростая гражданка Украины. Это Аделя Санти, также известная как Гастюха Распутина. У Адели актрисы фильмов для взрослых. Ну, порт-актрис, попросту. Я запомнил ее по разборкам с какой-то другой девицей. Это достаточно долго присутствовало в запрещенных соцсетях, где она кому-то там советовала сесть Путину на лицо. А в принципе, она собирает деньги для ВСУ, всячески топит за патриотизм. Ну, понятно, как он украинский. Поэтому здесь, в общем-то, напала жаба на гадюгу. В принципе, эта история получала Гастюха только потому, что она достаточно известный персонаж в соцсетях. А такое происходит сплошь и рядом. Ну, кстати, 17 ноября в операции должен состояться суд над человеком, который 15 сентября, по-моему, напал на двух украек. Они обратились в полицию, мать и дочь, там, из-за сильной сбитой, одной сломан нос, жалобой на русского, который напал на них именно потому, что они украинки были. И страшный стерил посол Украины во Франции, требуем найти негодяя, жестоко наказать. Нашли негодяя, там по камерам вычисли. Это оказался бывший боец ВСУ, украинец, который просто избил этих женщин, потому что думал, что они русские. Потому что они на русском языке из детства разговаривали, как вообще почти все украинцы. Вот, это вышла такая ситуация типа, упс, вот, 45 тысяч евро штраф, штраф его могут присудить, или 3 года изоляции. Вот, так что, хайбуды Украина, как они говорят, но только бы не у нас. Очень сильно болит левая сторона, там, где у меня имплант. Я действительно переживаю, что, ну, может там что-то нарушится, потому что удар был сильный. И скажите, за что? Это за то, что я создала свой благотворительный фонд? За то, что я делала сборы на предыдущей странице в инстаграме? Я всегда помогаю ЗСУ. Ну, это за... Вот это мне благодарность. Я просто не понимаю, почему. Друзі, не могу пройти мимо цього відео. И хочу відповісти Лолі Тейлор, что лучше бы она села своё пихвою Путину на обличчя. Тогда бы война и закончилась. Продолжение следует...